Доброе время и суток! Дорогие детишки! Третнего дня, как можно не догадаться или догадаться посмотрела Терминатора нового под идиотким названием Генизис! Как его по-русски дублировали? Хер знает! Догадаться, естественно, можно было из видосика, который я запиливал на канал Тихо-тихо-тихо Не надо там про первые места Который почему-то никто не понял Что меня... Прямо, скажем, позабавило Вообще радует, что когда люди нихера не понимают что о чем в видео вообще говорится они тут же набегают и начинают стоять там энное количество дизлайков типа А некоторые из них, как один дегенерат впрямую приходят и говорят типа я дегенерат, в смысле не про меня а он такой просто врывается на белом носороге в комменты типа говорит, привет, люди, я дегенерат я ни хера не понял, о чем это видео, блядь посмотрите, какой я тупой и вскрывается в тумане ну просто пытались впихнуть в невпихуемое, так сказать но по факту имею сообщить, что я не знаю что нахрена этот терминатор вообще нужен был глобально то есть, да, у меня отвращение, конечно, не вызывал и каких-то диких восторгов тоже, блядь по сути дела я практически уже забыл о его существовании вот равно как я и забыл в свое время про существование третьего терминатора и про существование четвертого и вот этого теперь я вот думаю, когда края уже люди увидят я не понимаю вообще эту тягу ну, то есть я понимаю тягу попытаться заработать сколько-нибудь немножечко денег желательно дохренища вот, но как бы все равно тягу реанимировать терминатора ну, понятно же, что ничего хорошего из этого не выйдет и по очень простой причине как бы ну то есть там, по сути, только одна причина почему терминатор ну, чтобы они там не намутили в сюжете, там, в сценарии, да чтобы они не намутили уже никогда не будет лучше, чем терминатор 2 вообще никогда просто никогда а почему, блин? а потому что дальше круче, чем жидкий терминатор придумать ничего невозможно просто это невозможно нереально нету не будет ни одного терминатора никогда который был бы круче, чем жидкий терминатор ну, просто это физически анреал и вот во всех терминаторах после 2-го, блин можно немедленно просто немедленно еще на стадии трейлера Увидеть, почему он провалится в прокате Потому что, блин, каждый И третий, и четвертый, и пятый Все три, они, блин Вот там Просто, по сути, руками потрогать Можно желание, блин, сценариста Типа вот Вот это его Представьте сцену, да, когда сидит сценарист Ну, на толчке, допустим, сидит сценарист Пытается высрать голдышку, личинку Федора Очередную А у него не идет, он как бы питался там макаронами Неделю, потому что, ну, как бы Был в разъездах и жрал Рамен только исключительно, блин, короче Готовить ему некому, сам он готовить не умеет Ни хера, и он жрал сухой рамен Вот, доширак сраный, да То есть, типа, причем он его не разбавлял Потому что не было времени, он его даже кипяточком не разбавлял Он просто жрал сухой Сухой доширак, блин И вот этим сухим дошираком он питался неделю, блядь А теперь он будет неделю сидеть на толчке С диким запором И вот он сидит с этим диким запором, понимаешь, что Галдышка как бы не идет, но должно что-то как бы выйти Когда-нибудь-то что-то должно случиться, блин И в итоге, вот Спустя где-то 2-3 дня Вот этих потугов на сортере, блин Он все-таки У него получается, блин Такие маленькие барашечки, блин Типа, голдышечки, блин, несколько высрать Типа, блин, таких кругляшков, знаете ли Как шарики от подшипника Только побольше, блин И он такой, из последних сил, так И он такой смотрит на это дело и говорит Ну, блядь, ну ладно, и так сойдет, я пытался, блин Муки творчества это, конечно, хорошо, блин Но никогда из них выходит говно Вот К чему вся эта аллегория? К тому, что, блин Как он сидел на сортере и пытался голдышку, блин Какую-то особую новую сделать На выходе получается такое же самое говно, как и обычно Вот Потому что все уже придумано до этого, блин И то есть, как бы видно, неосязаемо видно, блин Как человек пытался Выдумать, что Что можно сделать лучше, чем жидкий терминатор Да, то есть Вот что, блин Это был основной лейтмотив Создания этого долбанного сценария Типа, что может быть круче, чем жидкий терминатор А потом уже сверху вот на это, блин Они уже надумывали всякую херню, блин Сюжетную, естественно Ну и по факту В третьей части Кристана Локин, блин Этот терминатор был круче, чем жидкий терминатор? Нет, потому что это был тот же самый жидкий терминатор У которого внутри был почему-то скелет терминатора, блин Что вообще убивает в корне всю суть жидкого терминатора Вот В четвертом терминаторе В чем была соль терминатора? В том, что, блядь Он был, как бы Думал, что он человек, блин Охеренно круто Он при этом стал лучше, чем жидкий терминатор? Нет, не стал он лучше, чем жидкий терминатор Потому что Он не жидкий И не терминатор А думает, что он человек, блядь А в пятой части, что они сделали, блин Они всталили О чем был собственный ролик Типа И, блядь, обычного терминатора Т-800 И, сука, старую его версию, блядь И жидкого терминатора И нового терминатора, блядь И еще миллион десятков вариаций, блин, там Терминаторов На кой хер-то столько всего этого нужно, блядь Зачем? Вы Ну, блядь Я не знаю Поэтому, типа Они просто вот так вот Все, все, что было, блин На этот момент Запихали в фильмы Типа Сказали Нате Нате Смотрите, что у нас получилось И только стук таких голдышек Как, блядь, фаянс Идет, блин Да, вот Вот такая же херня Ну, оно по оценкам-то как бы и видно Ну, конечно, оценкам доверять не стоит Как я уже говорил Наверное Ну, не, наверное, даже точно 6.8 для НДБ даже это мало Хотя, я не знаю Честно говоря, он не настолько плохой Как, ну, как по оценкам Ну, то есть Опять же Я не испытал дикого какого-то Батхерта От того, что я посмотрел Типа, ну, терминатор и терминатор Хер с ним, блин Просто он никакой Ну, вообще никакой Да, прикольно, что там Взрывается все красиво Местами И че, блин И че Просто надо реально уже остановиться Хватит, блядь, возюкать Эти вот терминатора Я знаю, что я много раз уже сказал Словосочетание Жидкое терминатор Но Жидкий терминатор Это был венец Понимаете? Венец терминатора, блядь И почему они все время пытаются, блин Персонифицировать Скайнет Я вот не могу понять Зачем это нужно? Для чего? Ни в первом, ни во втором терминаторе Не было даже речи о том, чтобы персонифицировать Компьютерный интеллект Как его можно Это, блядь, набор байтов сраных Как его можно персонифицировать, блядь Каким раком вообще? Зачем это нужно? В том и соль-то была Что, блин, это бездушная машина Которая просто выполняет Поставленную задачу Типа, ну В данном случае По уничтожению человечества На кой хер Давать ей какие-то диалоги, блядь Че-то какую-то персональность Характер там что-то выписываете Зачем? Это, блядь, машина для убийства Ну или просто машина Которая, типа Машина, блядь Зачем? Я не Не нужно это, блядь В общем, печаль Хотя там были, конечно, моменты Которые мне, в принципе, даже понравились Например, среди актеров Вот Эмилия Кларк Которая Дейенерис Таргариан, естественно Мать драконов А, нормально, кстати, выглядела Она даже похожа в целом На молодую Линду Гамбельтон Не знаю У меня не было претензий по поводу Наличия Эмилии Кларк Правда, у нее Единственная проблема Что у нее волосы прямые А нужно было кучерявые Ну, чтобы быть еще более похожи На Сара Коннор Ну, это ладно Это мелочи Шварценеггер старый, типа Ну, окей Забавно было достаточно То есть, ну, они как бы Наверное, даже логично Это объяснили Эту ситуацию Почему он там есть То есть, ну, нет Ни хера не логично Почему он старый? Ладно, логично, да Но вот откуда он там взялся И кто его туда послал В то время, когда Саре Коннор было 7 лет Это, конечно Может быть, я пропустил Не знаю Не важно Короче, Эмилия Нормуль А вот Джон Коннор Какой-то урод, блин Вообще У него рожа кирпича просит Кто он вообще? Где? Джон Коннор Ты где? Джейсон Кларк Я Рожа у него реально кирпича просит Где он был до этого? Ребенок 44 Понятно Понятно Можно дальше А, закат планеты Окей Планеты обезьян Можно даже не продолжать, блин Он во всяком гавне практически Исключительно снимался Ну, невидительно с такой-то рожей Реально, вот он меня Еще в трейлере выбесил Говорю, ну какой нахер это, блин Джон Коннор, блин Даже Этот Кристиан Бейл Блин, и то более похож на Джона Коннора А этот мудак похож на какую-то Короче, кирпича у него рожа просит Самый лучший Джон Коннор был в Терминаторе Первом, либо втором Когда показывали Джона Коннора Там Во флешбеке Хер с ним И этот самый Кайл Рис тоже какой-то Никакой, блин, абсолютно Какой-то тупорылый качок у меня Такое ощущение, блин Ну Джай Что это за имя Джай, блин Кто такие имена, блин, дает детям? Джай Джай Кортни, блин Кортни это вообще женское имя, блин Какого хера у тебя фамилия в виде женского имени, блин У Дила Хер его знает, блин Тоже какой-то, блин Просто бегает какой-то непонятный качок, блин В первой части Кайл Рис был годный Кайл Рис, блин А тут какая-то херня, блин, непонятная Я не знаю, кто его назначил, зачем Почему они подумали, что это будет хорошая идея Именно его взять на роль Кайла Риса, блин В первой части Кайл Рис был такой щуплый парень достаточно Ну, типа, видно, что с военной подготовкой Ну, не все солдаты Даже в постапокалиптическом будущем Не все солдаты обязательно должны быть здоровенными качками Там двух-трех метров Ну, в обхвате шкафами такими Ну, это совсем не обязательно Солдат, он многие вещи умеет делать Если у него специализация там та или иная Танкисты, например, вообще Ну, танкистов больших не бывает Потому что, по крайней мере, я не знаю, сейчас, может, бывает уже Ну, скажем, во время Второй мировой войны Танкисты не обязательно были Точнее, почти всегда не были большими людьми Потому что большой человек просто не пролезет Сука, в люк танка, бля Например, да То есть, типа, танкисту плохо быть здоровым, бля Два метра в обхвате парнем Ну, типа, как он в танке будет ездить, бля Вот Так и здесь, блин, типа Ну, Кайл Рис был щуплый парень, да Типа, ну, не дридж там, конечно Видно было, что, ну Человек физическим трудом занимается Ну, то есть, войной Но, как бы, не дикий качок И это нормально было Он, блин, в конце концов живет, блин, в сраной канализации Живет крыс там, наверное Или что они там жрали, я уж не помню А первый Терминатор они смотрел уже лет 10, наверное Вот Ну, из серии В лучшем случае они жрали крыс А кто еще что хуже такого Ну, что-нибудь вообще там Ну, как он может быть качком там Таким, который как будто из качалки не вылезает Так же не может быть никогда Вот он такой был в первой части Ну, щуплый, но солдат Сольдатом, да И в этом, кстати, был прикол, что Ну, непонятно было, как такой щуплый парень Без пульсовой винтовки Или там, какая у них там была Там, плазменная винтовка Хер знает Какие-то у них там пульс Пульсовые винтовки были, наверное, будем считать Как он будет побеждать современным оружием Терминатора Который железный со всех сторон Блин, ему похер на пуле там и так далее Как? Это интрига как бы была, да Точно так же во втором терминаторе Большая разница была Да, там был качок в виде, ну, Шварца И терминатора Т-800 Но типа между Т-800 и Т-1000 Было две большие разницы, что называется Да, то есть типа Поэтому тоже была интрига Как его побеждать-то собирается вообще Как можно победить то, у чего нет Как можно убить то, у чего нет жизни Типа Как говорили в известном телесериале На букву С А здесь что, блин? Ну, блядь Я не знаю, что здесь Во-первых, сам терминатор главный Ну, типа какой-то унылый Опять же, это не жидкий терминатор Да, то есть Какую-то мудацкую херню ему выдумали, блин Какая-то вообще реальная мудацкую херню, блин И типа Что он якобы считается самым мощным Там терминатором из всех Доступных терминаторов Жидкого терминатора с раным магнитом Победить, наверное, невозможно было бы А этого мудака победили с раным магнитом Ой, спойлер Ну, типа как бы По-моему, терминатор, которого можно победить магнитом Не очень мощный Вот мне так кажется При этом, что самое забавное в этом фильме То, что Самая лучшая сцена вообще в нем была Это когда победили жидкого терминатора Который был до этого самым мощным, естественно И тут его так довольно легко и непринужденно замочили Я поржал, мне понравилось И главное, довольно-таки Изобретательно они это сделали Без лавы, что характерно Но изобретательно Я, правда, не понял, каким раком Когда он уже был на последнем издыхании Ну, типа из серии Ты меня как будто грохнул, а я как будто из последних сил И он накинулся на Сару Коннора Она должна была быть Ну, целиком и полностью в говне Типа в этом, в котором был он Потому что он ее схватил за всякое там Как она Вышла вообще без царапины с этого Что-то я не понял Ну, ладно, это как бы можно простить, наверное Похер Вот это самый лучший фильм с сцена была, блин Когда ушатали, блин, жидкого терминатора Прикольно Главное, ну, все видели трейлер В трейлере появляется Т-800 Типа появляется потом старый Т-800 Начинает давать тому по Т-800 по щам На кой хер он это стал делать, во-первых Во-вторых, зачем он это делал с дробовиком А не, допустим, с базукой Или там Гранатометом хотя бы Почему он не взял с собой Бронебойные патроны И снайперскую винтовку Из которой, собственно, потом и пристрелили терминаторы Плохого Зачем эта вся боевая сцена Вообще существует То есть, типа, для чего Что она решает Он стоял на месте Этот плохой терминатор И разговаривал с панками Ну, как в первой части И был, ну, вообще легкая мишень Типа, возьми да пристрели Нет, надо выпустить Шварценеггера Старого на него Типа, они будут Кидать друг друга туда-сюда обратно И потом только мы его пристрелим Из винтовки Что? То есть, ну, я понимаю Зрелищность и все такое Но какая-то логика должна быть Соблюдать-то надо Что-то как-то где-то вообще Я даже не знаю Да и вообще сам сюжет, конечно Полностью идиотский Если уж на то пошло Снова, вот в первом и втором терминаторе Они были хороши Чем в том числе Кроме терминаторов Тем, что, блин, там не было Никого переусложнения дикого То есть Просто вот нам давали инфу, допустим В первом терминаторе Что случилась война Ты там Сара родишь Спасителя Сейчас придет терминатор Нам нужно его замочить А тебя спасти, соответственно Все, больше ничего Нам не важно было Что там в будущем это произошло Конкретно, да То есть, ну мы знали Что Джон и Конор Каким-то образом победил Скайнет, да Типа Это все, что мы знали То есть, типа Вот он победил И все А Скайнет из последних сил Типа послал терминатора В этом как бы Плюс в том, что Создается интрига Всем хотелось узнать А что там было-то, блин В те годы, когда эти терминаторы выходили Всем хотелось узнать Бля, что же там случилось такое Что сделал, сука, Конор, блин Но и в этом бонус Что никто никогда Не мог узнать этого Потому что До недавних пор, блядь Потому что, блин Это воображение как бы подстегивает И от этого интереснее становится А в самом фильме конкретно Ну, интереснее с точки зрения Вселенной местной, да А в самом фильме все Вот нам дали Минимально нужную информацию И больше ничего Ну, зачем нам это знать Как он там ушатал эту Скайнет Зачем нам это знать, блядь Нам не надо Тогда интрига разрушается И все, 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 все рушится Все то представление Которое у каждого конкретного человека Было о Вселенной Если он его сам себе создавал Оно просто рухнуло Потому что Вот нам из первых рук Тут показали Что на самом деле случилось А нахера это надо Это, ну Это не очень интересно Это точно так же Как со Звездными войнами, блядь Вот пока не было Первых трех эпизодов А был только четвертый, пятый, шестой Все было шикарно, блядь Как только сделали Первый, второй, третий, блядь Где показали Каким образом Дарт Вейтер, сука Стал Дартом Вейтером Ну и все И пиздец, блядь Все поломали нахер, блядь Просто все сломали, блядь То есть, блядь Когда в пятой части Дарт Вейтер сказал Типа Люку Я твой отец Ну в известной сцене Все такие Блядь, да ладно Вы гоните Как так-то Это что за херня, блядь Вообще А теперь все знают Что да, он его отец, блядь И смысл тогда в этой сцене Короче, все ломается Нахрен, блядь Так и здесь, блядь Они решительно Вообще все нам показали, блядь Все, что могли показать Они все нам показали Ну и нахера это надо было делать Главное Я так понимаю, что Преследовалась цель В основном Перезапустить франшизу Очередной раз Ну допустим А какого хера тогда Хэппи-энд такой В конце То есть просто без затеи Хэппи-энд Просто вообще без вариантов Все, Скайнету хана Нету Скайнета Он умер Это как так-то? Ну а из каких соображений Вы тогда будете Франшизу перебутить? Что-то я не понял как-то Ну не, ладно Я так подозреваю Что они не будут это делать Потому что вряд ли там сборы Были такие уж охеренные Я даже не знаю сколько он собрал Ну и Лимонов 300 Наверное собрал Своих там в мировом прокате А сколько у них бюджет, кстати? Бокс-офис Бюджет 155 миллионов Что, серьезно? А, это почему-то На 28 августа А сейчас уже все-таки Практически Общий бюджет Не надо Уикенд Общий Можно показать? Просто общие сборы Блин Непонятно А то мне августовские Показывают Видимо, я так понимаю Первая неделя После премьеры Или что-то такое Или когда он там вышел А, вот На 18 августа 15-го года 324 миллиона Повсеместно То есть практически Месяц назад уже Ну, в общем Половину Половину Забирает кинотеатры Короче На момент 18 августа Он только-только Отбил бюджет Ну, то есть В общем, бюджет отбил Но минимально С минимальной прибылью Что неудивительно Вряд ли из этого Можно сделать франшизу Вот И опять же Они как-то все испортили Ну, типа Все 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 концы закрыли И все И что тут продолжать-то Я Не знаю, блин Я Я даже не буду сюжет Ну, как бы Разбирать там особо Потому что Понятно, что ересь Вообще Любой сюжет В котором Задействованы путешествия Во времени Он априори ересь Просто Вообще без вариантов Блин За исключением Как я уже говорил Где-то там Одного единственного фильма А именно Назад в будущее Вот Хотя там тоже было Но Хотя бы Он без претензии А в Терминаторах Претензия вот Последних появляется Постоянно Какая-то Только теперь Альтернативная Вселенная Охеренно Короче В общем Особо много Тут Да, можно было бы Конечно Там его распинать По полной программе Потому что Тупости там Конечно Хватает Как следует Блять Они даже Лицо В чем интрига Это Если вы Сраного Главного Терминатора Прямо на Прямо на Плакат Ставите И даже Лицо его Показываете Кто он Типа Есть И даже Люди знают По сюжету Кто он Типа Есть В чем Тогда интрига Зачем это делать Я не понимаю Ну ладно Предположим И что это за Идиотское название Какой нахер Генезис Ну что это за Херня вообще Еще и неправильно Написанный Ну я так понимаю Сис В этом слове Это типа Намек на систему Там она Как-то Может быть Даже нам показали Как это расшифровывается Потому что Генезис Это типа Местный Скайнет Он теперь Не скайнет А генезис Блин Блин Да это же просто Ад какой-то Скайнет Прикольно звучит Даже устрашающе В некоторых В некоторых Аспектах Если так Если в контекст Выгодно В правильного Русла Ставит А генезис Блин Что это за Херня вообще И типа Блин Они там Это сраная Операционная Система Которую Якобы Все вообще В мире Используют Что за чушь Блин У нас там Что-то там Они сказали На момент Почти премьеры Системы Один миллиард Предзаказов Этой херни Блять Они что Серьезно Что ли Блин Во-первых Один миллиард Это далеко Не все Компьютеры В мире И даже Далеко Не все Устройства Блять Одних Только Мобильников В мире Там Я не знаю Хер знает Сколько Ну я имею в виду Тех Которые Смартфоны На которые Может Теоретически Установиться Такая система Ну Условно говоря Один миллиард Предзаказов Даже с учетом того Что это Одна система На целую Херову кучу Девайсов На все ноутбуки В семье На все там Компьютерные В семье На все телевизоры Холодильники Блять Типе Смартфоны В семье Все равно Блин Даже если так Блять Каким раком Эта херня Взорвала Как потом Ядерная война То случилась Блин Это сраная Операционная система Это долбанный Виндос Ёпта Тык Тык Ну ладно Хер с ним Блять Какие предзаказы Вообще Они в курсе Про пиратство Или как Блять Да большая часть людей Сначала Скачала бы Пиратскую версию Блин Чтобы посмотреть Что это за херня А еще такая И Более того Уж давно Утекла бы в сеть Какая-нибудь Альфа версия Сраная Которую препарировали бы Вдоль и поперек Какие-нибудь Очередные пираты Блин И все бы увидели Что Ой Да тут какая-то Херня происходит Блин Типа Ну и серия Блять Там вариантов Миллион Как могло Кто это придумал Зачем Почему Зачем Какая в жопу Операционная система Блять Зачем Если нужны были Вот эти Параллели С современностью Как бы Чем не устраивал Это компьютерный интеллект Которую 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 создали Для того Чтобы управлять Ракетами Блять Что само по себе Конечно тоже тупость Но блять Это хотя бы Не какая-то Идиотская Операционная система Для сраного Андроида Блин Ну или там На замену Андроида Блять Вообще ересь Блять Блять Вот Зачем Это все Снова Блин Непонятно Для кого Для чего Это все сделано Мы начинаем КВН Или что Блять Зачем Мы все эти Вот это Усложнение Все эти Блять Как вот Я не знаю А каким раком Например Я вот Начал Типа думать Про вообще В целом Построение Вселенной Местной Ну терминаторе Глобально Как с первой Часть по пятую Да Я вот думаю А каким раком Вот скайнет Каждый раз знает Что надо посылать Более других терминаторов Туда Обратно Типа Да Ну допустим В первой части Нам Явно первым Ну прямым текстом Говорят что В самый последний момент Перед тем как Джон Коннор Отключил скайнет Скайнет Успел послать Т-800 Вот в такое-то время Да В самый Блять Последний момент И после этого Скайнет Скайнет Ужопа И скайнет Уже не знает Что там Произошло Дальше С ее терминатором То есть Типа Победил он Или нет Выполнил Задачу Или нет Типа Терминатора По ходу дела Ушатали Да То есть По ходу Фильма Его убили Его разобрали На запчасти Утилизировали Ну от него Там остался Чип По моему Да И рука Откуда Скайнет Узнал Что Блять Надо Другого Терминатора Послать Вот Остался Чип И рука От этого Терминатора Интересно А если Не осталось То что Люди Все равно Построили бы Скайнет И Ну только Типа Как Как-нибудь По-другому Вот Случилось Такое Сечение Обстоятельств А тут Получается Какой-то Замкнутый Круг Поэтому я говорю Что все сюжеты С хождением Во времени Полная идиотия То есть Получается Люди Создали Скайнет Типа Из Руки И Чипа Терминатора Всю эту технологию Почерпнули Скайнет Дожил Докуда-то Убил Все человечество Практически И посылает Этого терминатора Чтобы он Создал Ее же Это точно так же Как Джон Коннор Послал Кайла Риса Обратно Чтобы Тот Зачал Самого Джона Коннора С Сарой Типа Что тут Что там Тут Как бы Джон Коннор А здесь Скайнеты Они одинаково Были созданы Типа Это Типа Вопросы серии Что было раньше Улица Курица Или яйцо Блин Типа Ну где Как Блять Как What the fuck Ну ладно Наверное Это где-то Какие-то Фанаты Блин Создали Какие-то Свои теории Блять Заговора Где это Наверное Как-то Логично Объясняется Хер его Знать Ну предположим Ладно Но все равно Вот Послала На этого Терминатора Терминатора Убили Блять Все Она не может Знать Скайнет Что Что он Что он Смог или не Смог Блять Никак Вообще Не может Знать Откуда Скайнет Знает Что нужно Послать Теперь обратно Жидкого Терминатора Это во-первых Во-вторых Откуда Она знает Что Как она Успела его Послать Если в первом Фильме Нам сказали Что в последний Момент Она успела Послать Т800 То в каком Момент Она успела Послать Т1000 И из какого Загажника Она его взяла Блин Да То есть Типа Какого хера Из серии Как так То блять То есть Типа Этот момент Был ни хера Не последний Типа Что Что случилось Блять Типа Она послала Т1000 Блин Джон Коннор Нажал на кнопку Сканет Как бы Отключилась Но это Было отключение Типа Как Windows 95 Когда Появляется Надпись На весь экран Такая Оршинными Буквами Где написано Что типа Теперь Можно безопасно Отключить ваш компьютер Да Но он Не заметил этой надписи Поэтому сразу Этого не сделал А Сканет Вот Подтишкаясь Под этой надпись Еще успел Т1000 послать Блять Так что ли Типа Хер знает Потом Несмотря на все это Еще Сверху Блять Сканет Посылает Т там Один Да Или Что там Т там Что-то ТХ Там Как Как эту дуру Я уже не помню В какой момент Ее тогда уже Послали Я уже просто Третий Терминатор давным-давно Смотрел Я не помню Может там что-то Объяснялось По этому поводу Типа В какой момент Как И откуда она Опять узнала Что типа Надо послать Еще терминатора Или она просто Конвейером Засылала Вот так Как Генри Форд Просто Блять Алле Алле Барышня И вот так На конвейере Ехали все модели Терминаторов Доступных Короче В эту машину Сука Времени Блять Один за другим Блин Их отправляли Туда Отправляли 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 Почему тогда В разное время А почему не в одно И то же время Они толпой бы Сразу появились Там Взвод терминаторов Или дивизия терминаторов Появилась бы Блин И там Всех бы Сар Коннор Блять Во всей Америке Ушатало Блин Из серии Я не понимаю Какого хера Ну четвертый Ладно Терминатор Можно не рассматривать Блять Типа Ну потому что Там не было Никаких перемещений Во времени Как бы Хотя Ну как сказать Блин Как сказать Путешествие во времени Было только Вперед Типа В будущее Типа Да как бы Как бы Потому что Главный Герой Его отправили На опыты Как бы В годах Так это В 90-х По сюжету Может 2000-х Ну типа Задолго До того Как SkyNet Был создан И где Его держали Все это время Хер знает Блять Но в какой-то момент Из его тушки Сделали Терминатора Зачем тогда Его тушу Держали И если Блять SkyNet Уже существовал То почему Его тушу Почему она Столько ждала Почему она Блять Тогда Если технология Была Сразу же Не убила Сару Или Джона Кто на этот момент Какого хера Вообще происходит Блять Это вообще Просто невозможно По-моему Логически Осмыслить Что за херня Это Блять Вообще происходит А в пятом Они еще все Усугубляют Говно Блин Щи Блин Банально Так Пардон Надо видосик залить Кнопочкой Публиш То есть Нам Показывают Все что было До этого Это полная Херня То есть Да SkyNet Отправила Терминатора Но это был Ни хера Не последний Момент И вообще Это была It's a trap То есть Она послала Терминатора Это Джон Коннор Послал Кайла Риса А потом Оказалось Что SkyNet Ни хера Не умерла И сделала Нового Терминатора Из Сделала Нового Терминатора И отправила Его еще Дальше В прошлое Чтобы Теперь Никого Не убивать А просто Защитить Саму себя А Кстати Вот The Fuck И Почему Почему А почему Такая задача Почему Внезапно Стало Неважным Убийство Сары Коннор Или Джона Коннора И кто Тогда Блять Отправил Терминатора Опять же В то время Когда Саре Было Семь лет Каким Раком Кайл Рис Увидел Воспоминания Из параллельной Земли Блять Из Из параллельной Реальности Которая Даже не Случилась Еще Не Случилась То есть Она Случилась По ходу Фильма И Стала Цельной Откуда Он мог Откуда У него Могло Возникнуть Видение Того Как он Сам Себе Говорит О том Что Произойдет Если Это Еще Не Произошло Для Него Блять Четыре Человека Это Сраный Сценарий Писали Они Шо Не Курили А Окей Джеймс Камерон Блин Эти Персонажи И Гейл Анна Хурт Персонажи Я не знаю Каким Блоком Видимо Имеется Ввиду Просто Что Что Кэмерон Придумал Терминатора Как такового Ну и поскольку Трейдмарк То типа Все что Терминатор Теперь нужно Указывать В титрах Имя Джеймса Камерона Видимо Он и проценты За это Получает Ну вот Основные Сценаристы Это Лаэто Каллогридис Говорящая фамилия И Патрик Люсьер Кто эти люди Что они сделали Да ладно Серьезно А Аватар Все понятно Тут Гадалки Не ходи Не я просто смотрю Например Шаттер Айланд С этим С Леонарго С Ленькой Дика Преублен Он вроде неплохой фильм Я его кстати так и не смотрел Надо посмотреть что ли Ну Аватар Понятно Да Падение Белого дома Окей Тоже все понятно Не так уж и много работ Ну короче С Аватара Можно было Заканчивать Так Редактор Где-то там Врайтер Блин А второй гражданин Кроме Терминатора Сделал художественный фильм Драйв Энгри Понятия не имею что это Дракула 3 Наследие Дракула 2 Восхождение И Дракула 2000 Блядь Почему таким Вот я не понимаю Почему этим людям Каким образом происходит Отбор вообще Сценариев Я вот не могу понять Каким Блядь Как Вот как Как этому Дну Позволяет писать Сценарии Для Они Что Главное Типа Как это происходит Я так понимаю Что там Берут Группу людей Дают им задание Написать сценарий Они засылают там 10-20 вариантов Этого странного сценария И потом людям Убирают самый лучший Блядь Если этот самый лучший То что ж тогда Все остальное было Это ж писец какой-то Блядь Короче писец В общем Блин Вот И главное Не было бы никаких вопросов Если бы Если бы Не было никаких Терминаторов После второго Блядь То есть нам не надо было бы Знать Каким образом Скайнет узнала Что нужно посылать Еще терминаторов Да Типа Можно было бы предположить Что из этого чипа Каким-то образом Какие-то там данные остались И Скайнет их просчитала Типа И поэтому Она знала Что этот Т-800 Не справится И нужно послать Более мощного терминатора И послала Ты тысяча Блин Вот По итогам Второго терминатора Скайнет пришел Капунчик Ну и все И типа Предотвращена Вся херня Блядь Ничего не будет Блядь Все Францисус закончена Больше ни хера не надо И вопросов никаких Не возникает Она даже Более-менее логична За исключением Ну вот этого Как это Этого кольца Идиотского С того Кто кого породил Блядь Каким раком Да То есть типа Вот этот парадокс Дурацкий Ну это еще ладно Хер с ним Блядь Ну когда Зачем Ну зачем Еще три терминатора Переусложнять это все Выдумывать Какую-то херню Блядь Вселенную расширять До бесконечности Все прекрасно знают Что бывает Когда Вселенную расширяют До такой степени Что уже дальше Не расширяется Блядь Снова на примере Старварсов Блядь Ну просто шписец Там какой происходил Блядь И происходить Продолжает Блядь Лайтсейбер С гардой Блядь Твою же мать-то В жопу Блядь Который еще и не выглядит Как Ладно Подождем до декабря Чувствую про звездные войны Мне тоже можно будет Много чего сказать Блядь Потому что Я не знаю Блядь Я В кино лично я побегу Роняя кал Блядь Потому что Они же перечеркнули Все нахер Теперь блядь Только шесть Фильмов Блядь Сериал там какой-то В провежутке Блядь Мультипликационный И все блядь Это весь канон Блядь Все остальное нахер пошло Блядь Шибись Мудаки Блядь Сраные Самого лучшего персонажа Во всей вселенной Я имею в виду Кайла Катарна Блядь Выпилили кедрение Фене Блядь Гениально Суки блядские Ну ладно Короче Терминатор Блядь Я не знаю Для чего он был нужен Кроме как получить бабла Ну то есть типа Бабло это конечно прекрасно Но я понимаю Ни у кого вообще Из создателей Вот из всего Всех людей Кто участвовал В производстве картины Не было никаких Вообще абсолютно Других Мыслей Кроме как Заработать бабла Бабла Они прям скажем Заработали не очень много А смысл тогда было Хер знает Где этот пиетет Блин К франшизе Почему Они все Блин там пытаются Нам рассказывать усиленно В интервью Там в предпоказах Еще чем то И так далее Блядь Конференциях во всяких Что они Блядь Сделать все Там не хуже Чем в оригинале Блин С большим Трепетом Относились к оригинальному Материалу И так далее Как например Один мудила В очках нам Рассказывал по поводу Это я сейчас Не про себя говорю По поводу Элиенс Колонио Маринс Да У них сценарист Просто был такой Белобрысый мудила В очках Который тоже нам Долго и упорно Вещал Насчет того Что блин Я там вообще Просто дикий фанат Чужих Блядь И чужого И Всей франшизы Блин И там просто Пылинки с нее сдувал Не хотел сделать Гавно Блин Вам понравится Вы у меня аж Отсасывайте на радостях Будете Настолько все хорошо Получилось Блядь Ну а на выходе Получилось Что этот Белобрысый мудак Блядь Отсасал у всех Блядь Как ему и следовало Сделать Потому что он дебил Тупой Мудак Блядь Ебучий Блядь И вообще не знает О каком там трепете Блядь Было непонятно Вообще речь Идет Блин Видимо о трепете Блядь В коленках Когда его в жопу Пердолили Блин Первым Первым рукописным Блядь Вариантом Сценария Чужого 1 Блядь На папирусе еще Блядь Свернули в трубочку И вот так вот В очко ему Блядь Запихнули И он потом Бегал Ходил Блядь Такую осанку Выправлял Знаете Блядь Суки Блядские Хватит трогать руками Блин То что Блядь Было Хорошее Вашими Загребучими Мудацкими Ручонками Блядь Хватит уничтожать Блядь Франшизы Блин Из моей Молодости Блядь Которые Были Самодостаточными Блин И не требовали Дополнения Ваши Блядские Меркантинные Блин Потуги Меня уже Конкретно Раздражают Придумайте Что-нибудь Блядское Новое Блядь Какого хера Блядь Зачем Похабить Все Так Нужно Блядь Что Идей Совсем Что-ли Нету Блин В вашей Сраной Америке Живет Там 300 Схером Миллионов Человек Что Блядь Среди них Нет ни Одного Кто Может Генерировать Новые Идеи Блядь Что-ли Я не Понимаю Ну как Так-то Блин Суги Бесит Вот это Больше Все Бесит Даже Фильм У меня Особо Претензий К нему И Нету Ну да Он Тупой Логически О нем Мыслить Вообще Невозможно Потому что Он Тупой Ну и Хер С ним Развлекуха Под попкорн Ну нормально Я что Посмотрел Порадовался Местами Когда Жидкого Терминатора Опять же Ушатали Актер Кстати Классный Который Его сыграл Не Роберт Патрик Конечно Но Роберт Патрик Это уже Старый Хрен Наверное Если Шварценеггера Еще Объяснили Почему Он Постарел То С Патриком Это было бы Довольно Сложно Сделать Они бы Устали Его Гримировать Чтобы Он снова Молодо Выглядел Дыр Разжирел Он Наверное Конкретно Или Что-нибудь Такое Патрик Был Тогда Такой Тоже Дрич В чем И была Соль Кстати Жидкого Терминатора Потому что Он на Контрасте Работал Шварц Такой Шкаф Большой А тут Как бы Дрища Дает По щам Невозбранное Этому Шварцу Сраному Но тут Я понял Какой-то Корейский Актер Некто Бьюнг Хюнли Хер знает Кто это Блин Вот он Играл Жидкого Терминатора Прикольно Мне понравилось Кстати Жидким Терминатором Хорошо Получилось Экшен Как бы Тоже Нормальный Наверное Не Ну Что-то Там Взрывается Что-то Бегают По Мордасам Бьют Ни хера Не взорвался Они сломали Шаблон Вертолет Упал Его размазало В хлам Вообще В клочья Там По земле Протащило Но он Не взорвался А я ждал До последнего Чтобы Сука Он взорвался То есть Как бы Ну да Прикольно Но Нахера Это надо Было И непонятно Зачем Это смотреть Как бы Можно Миллион Других Фильмов Посмотреть Лучше Второго Терминатора Пересмотреть Я так Думаю Короче Вроде как Ничего особенного Не бесит Ме Ме Вот такое У меня к нему отношение Терминатор Терминатор Зачем просто Вкидывать туда Все что было Блять Непосильным трудом Нажито Блин Всех Блин Everyone Get in here Bitches Блин Странно что Кристана Локин Туда никак не попала Блин Почему вот Пропустили Целый пласт Вот где Терминатор 3 Почему оттуда Никого не было Блять Кристана Локин Снимается Блять У Сашины Курицына В фильмах Блин Если уж она До такого Днища Докатилась У Вибола Блин Если она До такого Днища Докатилась То уж Блин Ваши В Терминатора 5 Она бы Пришла Даже на минуту Блин За там 10 тысяч Баксов Жалких Гонорара Блин Еще доплатила Блин Скорее всего Блин Сама Чтобы Поучаствовать Хоть немножко В вашем фильме Почему ее Тут сюда Не вписали Раз уж Вы вообще Решительно Всех Терминаторов В один Фильм Запихнули Блять И тех Которые Блин Инфильтраторы Блин И в будущем Терминатор И летающий Тебе пожалуйста Терминатор И танк На Локин Сука Не попала Блять Обидно Она бы опять Показала Как там Сиськи Увеличиваются Ну Что-то такое Короче Вот такая Херня А мораль Сейбасни Такова Если нет Чувства юмора Нехер Комментировать Вообще Чужие видосики Это так Чисто про Между прочим Потому что Единственное Что это вызывает Это лютый смех Среди меня Потому что На идиота Всегда смешно смотреть Как-то вот так А Терминатор Хотите Смотрите Хотите Я не вижу Я ничего С него не потерял Но ничего И не получил Буэ Короче Обидно Руки прочь Придумайте Что-нибудь Сука Новое Вот так вот Соответственно На сегодня все Пишите Ради лайк Эти видео Оставляйте ваш Фитбэк Наши книги Для жалпопредложений А на нашей секции Для комментов Внизу Подписывайтесь На канал До новых встреч В эфире Граждане